Мы желаем всем доброго утра. Мы продолжаем программу, так же как и продолжает свою работу, первый фестиваль тюркского кино в Казани. Мы встречаем очередного гостя. Это Ильяс Богатырев, кинодокументалист, заслуженный деятель искусства Карачаева Черкесской Республики. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуй, Татарстан. Здравствуйте. Вот и вопрос вам. Собственно, вы первый раз в Татарстане, первый раз в Казани. Нет, я лет 15-16 назад был здесь в командировке в одной из воинских частей под Казани. Вот так даже. Но Казань изменилась, наверное, в это время. Казань я, к сожалению, тогда не успел толком посмотреть, но я очень рассчитываю, что мне удастся на этот раз хорошенько поближе познакомиться с красавцем Казани. Мы на это очень надеемся. Это без сомнений есть на что посмотреть, но если уже говорить о фестивале, какие работы вы привезли? Ну, я представил на этом фестивале фильм, снятый в советское еще время, «Сказание о храбром Хачбаре». Сюжет, снятый по мотивам произведения Расула Гамзатова, событие, которое происходит в 19 веке на Северном Кавказе. Фильм, если не говорить о сюжете, о чести и достоинстве, о мужском слове, как это умели держать и, надеясь, еще держат на Кавказе. Да, это без сомнений. Какие работы успели посмотреть, что можете отметить? Я пока ничего, к сожалению, не успел посмотреть. Вчера был первый день, и я обещал, что на Реста, и сегодня еще предстоит посмотреть. Есть картины, которые я обязательно хотел бы посмотреть, и причем на большом экране. Приглашаю всех на большом экране. Эффекта кино бывает гораздо больше, чем просто телевизионного экрана. Да, но у вас какие-то фавориты, наверное, уже есть. Ну, наверняка. Я считаю, что, может быть, даже не самый лучший, но один из самых лучших, конечно, слово «Охрабром хачбаре». Ну, конечно. Да. Вот вы ведь еще и возглавляете Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». Да. Расскажите, пожалуйста, об этом фестивале. Фестиваль существует уже 12 лет. В этом году осенью мы будем проводить 12-й год. Принимает участие со всех регионов России, из ближнего зарубежья, из Казани много работ бывает. Мы поражились, стали кунаками на этой площадке со многими коллегами из различных регионов. Само название «Кунаки» предполагает дружескую теплую атмосферу, и фестиваль считается, не с моих слов, считается одним из самых теплых и гостеприимных фестивалей в России. Ну, как кунак, гость, да? Гость, даже больше, чем просто гость. Это же вообще, это, мне кажется, на такие фестивали, они действительно сближают людей разных эмоциональностей, и из разных регионов, вы говорите, приезжают. Да, да. Безусловно. На Северокавказской площадке, в одном из городов Северного Кавказа проходит каждый год, нам очень важно, чтобы приезжали сами люди, смотрели регион, знакомились поближе с людьми, с традициями, и все всегда уходят с очень теплыми воспоминаниями и стараются возвращаться снова. А вот чем живет сейчас Северный Кавказ? Как и вся страна, стремится что-то преодолеть, что-то приобрести, что-то изменить к лучшему. И амбициозность, и желание что-то изменить в этой жизни Кавказом не занимать. И главное, эту амбициозность и силу жизненной энергии правильно направлять. Вот мы надеемся, что как раз в том числе и власти будут этому способствовать. Ну мы все стремимся к лучшему, и, конечно, мы будем надеяться на то, что впереди нас ждет действительно светлое будущее. И спасибо вам огромное, что приехали к нам в Татарстан и пришли к нам на нашу программу. Удачи вам и вашему фестивалю, и вашему фильму, конечно. Болеем за вас. Спасибо. Спасибо, приглашаю им посетить наш фестиваль и наш динозал.